всем привет канал кохве профессора но не покидает вот это вот тема столкнулись мы все вот с этим непостижимым да вот социально-политическим явлением такой как война украина окунулась в полной мере я это ощущаю на себе вслед за этим окунулась и россия общество которое ну скажем так если советский союз готовил это общество к такому вот сценарию войны войны там я не знаю за что да ну прежде всего наверно за победу камень коммунизма во всем мире ну холодная война да вот она как бы предписывала воспитывать в гражданах вот это вот чувство того что однажды придется возможно взять автомат и идти воевать этого не хотелось до советское общество после второй мировой войны остро не воспринимала войну как ну как бы как действие целенаправленное действие власти вот развязывание войны да вот война в афганистане стоила легитимности во многом до советскому режиму да вот ну потом российское общество зарождалось как общество потребления да особенно вот где-то в 90-х годах в конце 90-х годов да возникла вот это вот потребность вернее наверное скорее всего да вот путин шел власти расчищал себе место в том числе в идеологическом смысле его его патроны уловили вот это вот стремление россиян пожить по человечески он использовал да вот потом методичка в том числе и для власти поменялась и сейчас мы видим то что видим ну тем не менее да вот долгое время общество было было нацелено на потребление да ну развивалась за канонами ну а тут бабах вот это вот мобилизация да мы видим мы видим сейчас вот эти вот кадры с границ да раньше там с российское телевидение ну с присущей ему конечно таким злорадством любила показывать каких-нибудь там бедных сирийцев или украинцев да ну это вообще наверное было классикой да которые там тесняться вдоль границ евросоюза и как-то пытаются пробраться и вот назидательный вот этот мерзкий тон да он объяснял вот видите к чему ваши ведет ваша вот борьба против против вот этих вот справедливых стабилизаторов да диктаторов раз которые цены себе не сложат ну собственно вот так сегодня мы видим кадры с россиянами да вот особенно в грузии вот мне попались на глаза да как грузия да вот интересный момент да ну когда вот хочется сказать да более бог не фраер да когда-то по этой же дороге доехали танки в 2008 году российские да и триумфально звучали фанфары да военные трехдневная или скольки дневная это война которую хотели видеть в украине сейчас вот забито беженцами беженцами мужчинами да которые убегают от войны да так и хочется слева когда-то путин на генеральной ассамблее оон не так давно да относительно событий в сирии восклицал вот понимаете что вы наделали хочется воскликнуть и относительно него те же слова но я понимаю что вероятно понимает вероятно моя теория заключается в том она всем известно да что собственно тут главная цель удержания удержаться у власти для этого все 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 лицемерно используется в том числе этот фактор ну путинская конечно пропаганда выставит вот этих вот людей которые рвутся сейчас из россии вот этих мужчин как трусов да как ненужный такой вот элемент да там уже министерство обороны россии сделала ну такой вот ну как всегда вот эту самодомольную мину мы не будем преследовать да ну хотя поставили там пункт какой-то там выдачи повесток да ну такой как на смешку там на грузинской дороге российское общество да воспримет эту теорию да будет воспитываться вот культ мужика культу культ патриота который поедет собственно умирать да ну не знаю вот очнется ли он но если очнется наверное тяжелое похмелье наверно наступит когда он будет без ног где-то в собственном госпитале валяться да никому не нужно и как было всегда после афгана после чечни после второй мировой войны очевидно такое вот пренебрежение так собственном помните как стали до удалял из москвы во всех этих безногих коллег 40 в конце сороковых 50-х годах мешали портили внешний вид расцветающей столицы вот может быть так ну а вот эти вот люди до воспринимаются которые бегут да вот через призму того что они еду есть трусы да черте что да ну может быть в каком-то сегменте и мы подхватили вот эту вот идею то бегущие бегущие из россии потенциальные воины да это конечно может быть это смешно ну наверное это все таки но не стоит клевать на путинскую пропаганду если они бегут они бегут их бегство до облегчение для нас в любом случае не исключаю до животного страха перед вот самой мобилизации вот начинал я с того что говорю что строится общество потребления устроилась общество потребления общем-то прекрасный такой-то военный сценарий да ничего плохого в нем не вижу да вижу плохое в том что сейчас происходит таких вот мужиков превращают в агрессивное быдло да чтобы их всех потом превратить мясной фарш ну вот да такой сегмент до бегущих от роста от смерти до их очень много но наверное стоит упомянуть вот совсем недавно у меня была беседа очень интересная скоро выйдет на канале надеюсь да вот с представителем айратского народа он еще феврале двадцать второго года сбежал до практик не желая как участвовать вот в этом позорном событии которое стало наша для нас ну скажем для нас справедливая для них несправедливая война и он это вот понимает и таких как он наверное много да вот вчера попалась такое вот на глаза заявление лидера крымлы до рафата чубарова о том что пытаются ну мы знаем да что вот поступают такие сведения что в крыму по этому признаку устраивается геноцид под шумом да мобилизирует крымских татар да вот очередная такая циничная страница да стравливает да тех кто охотно считал себя украинскими гражданами с украинскими гражданами да вот крымские татары тоже побежали и он пишет лидер о том что там россияне берут по две тысячи долларов там запрещают там такое ну в общем да кремлы столкнулись да с проблемой да они не хотят воевать против собственного братского народа да и вот такая вот проблема да то есть наверное нам не стоит вестись на путинскую пропаганду нам нет нужды видеть в этих мужчинах в основном трусов да им предстоит тяжелая жизнь да жизнь собственная родина их отвергает им нет если они уже побежали да наверное нет возможности вернуться даже если вернуться до от этой эмигрантской так называемой жизни то вернуться в атмосферу мобилизации да я так думаю что все указывает на то что никто особо не испугался да и даже если эта мобилизация в чем я сильно сомневаюсь изменит какую-то там ситуацию на фронте да все равно вот мобилизированные мобики ну все равно она превратится для большей части в могилизации так или иначе вернуться означает означает вот оказаться в этой ситуации защиты путинского режима да особенно это нетерпимо для тех вот типа моих собеседников которые не только бежали перед страхом смерти но из принципиальных соображений что будет с ними да ну с ними будет тяжелое полное лишение жизни вероятно я на себе это испытал я понимаю что это такое сколько я еще это буду испытывать сказать достаточно сложно но им это тоже предстоит ближайшем будущем по по крайней мере до победы украины в их интересах чтобы украина победила это цивилизованное государство которое отменит для них вот это состояние вынужденного бегства ну и исходя из того что многие из них вот имеют какие-то принципы да они окажутся в среде все таки информационной которая имеет другую точку зрения нежели вот этот вот фанатичный путинский телевизор да возможно что у них проснется я надеюсь на это поскольку они все таки вот ну должны нести бремя да вот этой вот какой-то общей коллективной ну не то что ответственности да вот какое бремя несет украина время не знаю почему время время которое нам навязано им тоже мы вынуждены защищаться они тоже единственный их путь если они хотят избежать вот этого положения всеми гонимных и ну людей до которых считают трусами так или иначе им многим из них я надеюсь что это будет так предстоит объединиться вокруг лидеров национальных с которыми я общаюсь до либо сугубо российских да и возвращаться уже в качестве ну как я не знаю как какая-то новая белая армия не не факт да что мы найдем с ней взаимодействие сразу все-таки виниченко виниченко не зря восклицал да что российский демократ заканчивается там где начинается украинский вопрос ну надеюсь на этот раз российский демократ что-то осознает и не уверен да ну вот предположу если российский демократ осознает что есть украинские вопросы это украинский вопрос сегодня не по зубам до российской тоталитарной системе уж точно не будет по зубам и российской демократии если они покажут себя как союзника но в национальных движениях я конечно не сомневаюсь да вот именно в российском каком-то таком сегменте ну в общем я все-таки надеюсь да что часть из этого из этого бегущего потока она предпочтет вот это вот позор с китанием борьбе против путинского режима думаю мы поддержим да ну вот такие вот мы может быть сумбурные мысли да они вот возникают я решил делиться ими пока у нас такая вот пересменка призываю вас подписываться на канал мне это вот приятно как и всякому блогеру поддерживайте нас ставьте лайки есть какая-то тенденция к тому что нам кто-то какие-то зловредные люди я не знаю кто немного скручивает просмотры к сожалению вот я бы хотел чтобы мы ответили интересом ну в общем спасибо за внимание да будем продолжать работать для вас скоро много новых интервью нового но новых на мой взгляд интересных сет до свидания кофе по раке саратов